Александр Фортуна, начальник штаба РДК, присоединяется к нам. Александр, мы вас приветствуем в эфире. Добрый день. Расскажите, как сейчас, на сегодняшний момент, на сегодняшний день, выглядит рейд российских добровольцев на территорию Российской Федерации. Какие населенные пункты под контролем российских добровольцев? Удается ли продвигаться? И если да, то где? На сегодняшний день есть продвижение по всей линии соприкосновения. Давайте мы не будем говорить о каком-то полноценном объективном контроле населенных пунктов. Мы будем говорить о том, что есть большая, достаточно серая зона. В местах соприкосновения эта серая зона расширяется, и она частично уходит под контроль, в том числе под огневой контроль с нашей стороны. На сегодняшний день наступательный потенциал реализовывается по всей линии соприкосновения. Сейчас есть небольшое затишье с точки зрения непосредственно пехотных операций. Там работают небольшими группами ДРГ. Сейчас больше упор на артиллерию. Кто и как противостоит российским добровольцам? Ранее появлялась информация о том, что очень много ФСБшников принимает участие в том, чтобы сделать невозможными рейды русского добровольческого корпуса на территории Российской Федерации. Давайте так. ФСБ имеет прямое непосредственное отношение к погранслужбе. По сути, это один организм. И, конечно, представители ФСБ там присутствуют, поскольку там присутствуют пограничники, собственно, непосредственно. Помимо этого, там есть контрактники, помимо этого в боестолкновениях были замечены представители, судя по всему, батальона Ахмат, кадыровцы. И были замечены представители ГРУ, которые вели бой с нашими новобранцами. И, потеряв определенное количество личного состава, отступили. То есть там такая сборная солянка, но основа – это контрактники, обычная мотопехота. О потерях российской армии мы можем говорить? На сегодняшний день речь идет о приблизительно 900 человек, плюс санитарные потери. Давайте мы чуть позже точные цифры дадим. Безвозвратных потерь, насколько мне помнится, значит, соц. чем-то человек. О потерях среди российских добровольцев можем ли мы говорить? Потому как, естественно, кремлевская пропаганда рисует потери чуть ли не в десятки тысяч российских добровольцев. Хотя, судя по всему, намного меньше их заходило в рейды в Курскую и Белгородскую области. Давайте мы будем говорить, наверное, только о потерях русского добровольческого корпуса. Остальные подразделения сами будут говорить о своих потерях. Мы свои потери никогда не скрываем. Мы официально всегда публикуем некрологи. Мы всегда чтим павших бойцов русского добровольческого корпуса. Чуть позже будет вся информация. Но это, конечно, далеко не те цифры, которые рисует Министерство обороны Российской Федерации. Одна из целей, которую заявляли российские добровольцы в этом рейде на Курскую и Белгородскую области, это был срыв так называемых выборов Путина. Эти так называемые выборы завершились, закончились. Но рейд продолжается. Как долго планируется? Операция будет продолжаться, пока хватает наступательного потенциала. Есть множество различных факторов, военных факторов, политических факторов. На сегодняшний день операция продолжается. Задействуются резервы, задействуются новые люди, новая техника, различные сценарии дальнейшего развития событий. То есть пока никто не останавливается. Насколько хватает потенциала, настолько будет продолжаться операция. Каких-то сроков ее завершения не существует. Очевидно, что за то время, как русский добровольческий корпус проводит рейды в Белгородскую и Курскую области Российской Федерации, вам удавалось брать в плен тех, кто выступает со стороны путинского режима. О чем они говорят? Как они оправдывают, как они объясняют то, что они, по большому счету, жертвуют здоровьем, жизнью, своей судьбой, судьбой своих близких ради путинского режима? Ну, давайте так. На философские темы пленные не особо склонны беседовать, поскольку все люди находятся в штоковом состоянии. Они не сразу осознают, что они в плену, что они попали, скажем так, в очень сложную для них ситуацию. То есть, и у них в основном включается больше такой инстинкт выживания. Люди переживают о непосредственно своей дальнейшей судьбе, вести с ними беседы на тему, почему пошли воевать, как вы здесь оказались, кто вам давал такие указания, как вы к этому относитесь. Ну, это не совсем своевременно, во-первых. Во-вторых, в любом случае, эти люди ничего нового, хорошего не скажут. Как и всегда, в подавляющем большинстве случаев, 8 из 10, а то и 9 из 10 людей, попавших в плен, идут в армию из-за денег. Это ни для кого не секрет. Это основная причина, это способ заработка. Была информация о том, что предлагал РДК Гладкову, губернатору Белгородской области, обменять этих взятых военнопленных. Ну, я так понимаю, что Гладков на связь не вышел с вами. Господина Гладкова по-прежнему не хватает ни совести, ни воли, ни смелости, ни храбрости забрать своих людей. Мы предлагали ему это в июне прошлого года, когда была шебекинская операция. Мы не предлагали ему обмен, мы предлагали просто с ним встретиться и передать ему людей, которые попали в плен на приграничной территории. В этот раз было предложение. Господин Гладков, видимо, не считает нужным, не считает правильным забирать своих людей из плена. Ну, наверное, этот поступок должен быть на его совести, и все должны понять, что раз уж армия Российской Федерации по своей территории использует КАБы, по территории, где находятся по-прежнему мирные жители, которых не эвакуировали, которых не собираются эвакуировать, то о пленных, наверное, вообще говорить бессмысленно, они абсолютно никому не нужны. Можем ли мы поговорить о последствиях вот этих ударов КАБами, которые осуществляют российские оккупационные войска по своей же территории, по своим же мирным жителям? Ну, по сути, село Козенко, по которому пришелся самый такой массированный, основной удар авиации с применением КАБов, перестало существовать как населенный пункт. Там остались одни руины. Если мне не изменяет память, по территории Козинки вот такого размера было выпущено за все время, на сегодняшний день, порядка 323 КАБов. Это огромное количество, это беспрецедентная ситуация, когда Россия по своей территории выпускает такое количество авиабомб. С другой стороны, мы все прекрасно должны понимать, что, значит, эти 323 КАБа не упали на украинскую территорию, на линии фронта, либо по мирным городам. Ну, собственно, то, что Россия делает по украинским селам, украинским селённым пунктам, теперь она то же самое делает со своими людьми. При этом Путин публично выражает и благодарит жителей Белгородской области за мужество. И тут такой вопрос, почему, если это российская территория, если на российскую территорию, как они говорят, зашли диверсанты, террористы и нацисты, почему не посылают подкрепление в виде той же армии, для того, чтобы очистить эту российскую территорию от вот этих вот людей, которые пробрались, и там диверсию устраивают? Ну, потому что в честном противостоянии, в честном боевом столкновении российская армия, к сожалению или к счастью, не может ничего сделать, не может ничего противопоставить бойцам русского добровольческого корпуса. У нас в том числе в данной операции принимали участие добровольцы-новобранцы русского добровольческого корпуса, люди, которые буквально осенью приехали, прошли КМБ, прошли обучение, и для них это была вообще первая, в принципе, боевая операция. Так вот, наши новобранцы дали отпор нескольким попыткам штурма со стороны спецназа армейского, со стороны представителей ГРУ, со стороны представителей контрактников, и никто ничего не смог им противопоставить. Соответственно, КАБами пользоваться, конечно, проще в такой ситуации, просто все ровнять с землей. В ходе этих рейдов приходилось ли добровольцам русского добровольческого корпуса контактировать с местными жителями тех населенных пунктов, которые находятся в приграничии с Украиной, Белгородской, Курской областей? Что они говорят, что они думают по поводу ваших рейдов? Местные жители, по большому счету, естественно, напуганы. Они, опять же, не в том состоянии, чтобы говорить о каких-то предпочтениях, о том, в каком политическом спектре они находятся и приверженцами, каких взглядов они являются. Естественно, люди напуганы, люди растеряны, люди очень переживают за свою безопасность, за свою жизнь и здоровье, за здоровье и жизнь своих близких, за свое имущество. Их главная задача, их главный приоритет – это выжить, спасти себя, близких, свое имущество. При встрече с бойцами русского добровольческого корпуса люди получают инструкции, каким образом им уберечься, где им нужно находиться. Если кого-то нужно эвакуировать, людей эвакуируют. Если кому-то нужно помочь в части продуктов питания, медицины, питьевой воды, им это предоставляется. Если существует такая возможность, поскольку больше им помочь никто не в состоянии. Господин Гладков, несмотря на наши просьбы, несмотря на наши ежедневные заявления и пожелания настоятельные о создании гуманитарных коридоров, гуманитарные коридоры так и не организовал. Вместо гуманитарных коридоров по пути на Белгород выставлен блокпосты, которые не пропускают ни мирных жителей, ни военных, которые находятся в секторе. То есть по сути российской стороны можно сказать, что сектор частично заблокирован. Кремлевская пропаганда делает все возможное для того, чтобы дискредитировать бойцов русского добровольческого корпуса. Отслеживаете ли вы такие сообщения кремлевских СМИ? Какие нарративы они используют чаще всего? Ну, там на самом деле ничего нового никто не увидит. Нацисты, фашисты, кровавые марионетки спецслужб. Всех нужно найти, наказать родственников, убить, отобрать. Ну, то есть там стандартный набор. Но пока, как мы видим, ФСБ страдает на поле боя, противопоставить нам не может ничего. Естественно, есть уже дважды выраженное пожелание со стороны президента Российской Федерации, нового президента Российской Федерации, в сторону спецслужб о нашей ликвидации внесудебном. Но эта история, опять же, не новая. Мы все прекрасно знаем, что стоит на кону. Все люди, которые к нам пришли, это осознают. Все все понимают. Мы соблюдаем основы личной безопасности. У нас, в общем-то, все на контроле. Я не думаю, что они нас способны чем-то удивить. Вот о людях, кстати, которые к вам пришли. Как вы говорите, Легион Свобода России и Русский Добровольческий Корпус и другие подразделения российских добровольцев, они ведь призывают россиян подключаться и присоединяться для того, чтобы вместе бороться за свободную Россию, за Россию без Путина, за Россию без диктаторского режима. Сначала вот этого второго рейда, 12 марта он начался, если я не ошибаюсь. За это время, возможно, есть какой-то всплеск обращений россиян, которые там интересуются, хотели бы присоединиться к российским добровольческим подразделениям. Сплеск есть всегда. После каждой операции, особенно операции, которая достаточно широко, ярко, медийно освещена, мы всегда получаем большой приток заявок, большой приток, желающий помочь корпусу либо вступить в ряды корпуса. Это нормальный абсолютно процесс. То есть у нас есть и в текущем режиме достаточно большое количество заявок. Ну, после громких каких-то событий людей, желающих присоединиться, становится больше. Естественно, с людьми ведется общение, обрабатываются заявки. Это нормальная, стандартная практика. У нас так было всегда. Скажите, а кто воюет в русском добровольческом корпусе? Естественно, без имен, без фамилий. Я имею в виду, что кремлевская пропаганда, естественно, насаждают нарратив о том, что это террористы, изверги, садисты и так далее. Очевидно же, что это обычные простые люди, обычные россияне, которые хотят освободить Россию от путинского режима, от диктатуры, от режима людоедского. Мне кажется, вы сами на свой вопрос только что ответили. На самом деле, в русском добровольческом корпусе, как следует из его названия, воюют русские добровольцы. Это люди, которые по зову совести, по зову сердца, исходя из своих идеалистических соображений, решили присоединиться к вооруженной борьбе, поскольку именно вооруженную борьбу они считают единственным действенным способом противостоять существующему кремлевскому ряду. Люди есть разные, есть люди достаточно взрослые, есть молодые, есть артисты, музыканты, и слесаря, профессора, юристы, профессиональные, военные. То есть у нас с классовой, так скажем, точки зрения люди совершенно разные, но всех их объединяет фундамент определенных идеалистических побуждений и соображений, почему они пошли, все эти люди пошли не за деньгами, не за славой, не за статусом, не за какими-то документами, все эти люди пошли по зову сердца. Александр, спасибо вам большое. Александр Фортуна, начальник штаба русского добровольческого корпуса, говорили о рейдах российских добровольцев на территорию России, России, в Курскую и Белгородской области.